Так, ну а теперь давайте мы приведем в порядок эту штуку, да? Возьмем вот это, выберем и Ctrl B срулим. Столько много нам не надо, наверное. Вот порядка. То же самое здесь сделаем. Ctrl B. Не понял? Лишнее выбрал, что ли? Да, нет. Вот оно. Ctrl B. Все есть. Тут полукруглый, тут полукруглый. А здесь мы с вами пойдем в I. Так. Далее E. Внутрь. Еще раз E. Внутрь. Хорошо. И так это многовато будет. Неваловато. Я думаю, вот так будет красивше. Вот так. И внутрь. Готово. Так, ну а здесь уже просто дырточку надо. Просто дырточка нам нужна. Причем мы сейчас сделаем так, что мы видели. Теперь внутрь. И выделив вот эти два. Вот этот. И вот этот. Мы их соединим с помощью Bridge. Вот так. Видите, все. Ну все прекрасно встало и получилась вот такая вот спица. Ну и естественно, что мы тут тоже должны были некоторые углубления сделать. Ctrl B. Есть. То же самое здесь. Готово. Теперь спица уже точно полностью готовенькая. Так. Это еще не все. Так. Как я понял, сделал небольшую ошибку. Раньше времени здесь все закруглил. Так. Можем мы от этого избавиться или нет? Если назад пойдем. Если назад пойдем. То еще можем. То есть. Так. Так. Попробуем теперь. Так. 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 сделать. Так. 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 А теперь нам надо сделать по кругу еще выемки для болтиков. так. Так. Давайте это сделаем. Так. Это возьмем сейчас цилиндрик, конечно же. цилиндр. Так. сделать маленький. Выйдем наверх. Так. Теперь сверху видно все. Давайте мы его подвинем сюда теперь и тоже уменьшим. Теперь мы будем смотреть сбоку и опускать его вниз и увеличивать с этого. Шоу-меньшоу. И тоже чуть-чуть увеличим. Так, оставим-ка мы её пока что одну. Так. И теперь я, говорю, нажму вот эту и так немножко. Объект. Остальное уберем пока что вот так. Далее. Перейдем в HitMod. И тут нам нужно следующее сделать. Ctrl-R. Здесь сделаем Ctrl-R. Так. Откуда здесь Bevel взялся? Мне не нужен никакой Bevel. Так, всё понятно. И дальше мы следующее сделаем с вами. Возьмем вот эту верхнюю часть. Вот эту. Что там случилось уже? Ага. Так. На место я тройка. Этого выделили. Теперь здесь возьмем SelectBox. Вот так выделим и вот так выделим. И теперь S. И теперь S. С. Так. И вниз. Та-да-да-да-да-да. С. Далее. И смотрим, как она погрузилась там. Можно сделать чуть глубже их. Вот так. Чтобы выемки были. Хорошо. Теперь самое сложное, ребята. Это её тоже по оси. Давайте мы её выберем. Уберём её память о трансформациях. В объеме Edit-Alt-M. Дистанция. Всё хорошо. Далее. Выберем её. И её пивот отправим по 3D-курсору. Всё там. Далее поставим в центр опять Empty. Можно было его и не убирать. В общем-то, да? Вот он. Вот он встал сюда. Прекрасно. Ну и по идее, в принципе, и всё. Теперь мы пойдём с вами Array. И вот тут у нас Array. Мы с ним погружились или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, восемь. Восемь не надо. Семь. И вот это возьмём. Вот это берём. Relative Offset убрали. Constance Offset оставили. Нажали объект Offset. И выделили Empty. Теперь у нас всё готово для того, чтобы сделать Rotation. И делаем теперь тот самый Rotation. R. И понеслось. Вот он наш 7. Но она не очень как красиво расходится. Зараза какая. Так, смотри. Ну, не знаю, как на это влиять. Сколько их? Ежесемь принимаю. Так. А если я их увеличить буду? Так. Получается, мне бы хотелось, чтобы против каждой спицы она вставала, да? Но она не встаёт. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. А как с ней разобраться? Семь. Так вот получается. А по спицам нет. Ну, знаете что? Мы сделаем вот так сейчас, а потом её, если что, развернём. Давайте так попробуем. Вот так мы это сделали. Теперь, если мы скажем, что мы согласны, да? то мы можем же теперь её Ctrl тоже Rotation сделать и вот так потянуть. Ну, так более-менее стало. Так. И чуть двинуть сюда. И наоборот. Раздвинуть. Смотрим, всё ли нормально. Да, всё нормально. Теперь мы можем использовать наш Fast Carver и сказать, что у нас этот обод из него надо вырезать. Вот, ребята, всё теперь правильно. Всё оно теперь вырезалось. Угу. Угу. И ту же самую операцию мы проведём вот тут. Только сделаем их маленькие.